На недобросовестного подрядчика могут завести уголовное дело. Детский парк на Сосино благоустраивали две организации. И если ДЭП свои работы закончил в срок, то ООО «Успенская» от выполнения обязательств уклонялось на протяжении всего года. Весь год мы помогали всячески, все возможные ресурсы и организационные части на исполнение контракта. Итого, этот подрядчик не исполнил свои обязательства и у нас, и подготовки города к 800-летию. Принято решение в расторжении контракта в одностороннем порядке. Сейчас идет оценка объемов реализованных мероприятий. В следующем году проведут торги и определят нового подрядчика, который и завершит объект. Напомним, его реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Качество исполнения этого проекта отметили как удовлетворительное. Но не все депутаты были солидарны со спикером в этом вопросе. Как-то нелогично получается. На подрядчика скоро заведут уголовное дело. Житель города, наши избиратели видят, что парк не завершен, а мы будем голосовать за их удовлетворительную работу. Вот уже режет слух, режет глаз. Их посадят в тюрьму, а мы их удовлетворяем. Спорной оказалась и оценка нацпроекта «Культура». И если к виртуальному концертному залу вопросов не возникло, то капремонт детской музыкальной школы имени Балакирева стал настоящим камнем преткновения в общей дискуссии. Принимать приведенные там работы как удовлетворительные многие народные избранники отказывались. Получается у нас что? Вы отчитываете за бюджетные средства все разведения. Нас интересуют, доведены или не доведены. Вы должны оценивать по качеству выполненных работ. На сегодняшний день получаются неполадки, как и нет. Работу с контрактом не выполнены. Вы предлагаете нам сигналить, не будет творить. У нас уже выручили сплачевную лыжную базу, парка. Голосование перенесли. 7 декабря депутаты вместе с представителями администрации поедут в музыкальную школу. Своими глазами увидят и оценят проделанную работу. После чего вопрос о принятии нацпроектов поднимут снова. Итоги этой поездки расскажем в ближайшем выпуске новостей.